МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем с официальной повестки дня. Денис Паслер поручил проконтролировать рост цен на лекарства и продукты питания в регионе. Губернатор провел встречу с руководителем регионального управления антимонопольной службы Владимиром Окшином и попросил взять под личный контроль изменения цен в Оренбурже. Об этом сообщает в пресс-службе главы региона. Аптеки, лекарства. Здесь, конечно, надо, чтобы вы взяли жесткий, даже личный контроль. Работу аптек и продажу, соответственно, лекарств. Вот так и, конечно, продукты питания. Потому что все, что касается сегодня людей, и тех товаров необходимости, которые имеются, понятно, лечение, понятно, продукты питания. Где-то еще какие-то другие номенклатуры, конечно же, коммуналка. Та же самая история. Здесь работы проводятся, но, тем не менее, жало же еще и есть. Сейчас в регионе прорабатывается вопрос о возобновлении работы оперативного штаба по контролю за ценами на лекарства, социально значимые товары и продукты питания. УФАС еженедельно проводит мониторинг цен на лекарства и списка жизненно необходимых и на продукты питания. Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона ежедневно отслеживает ситуацию на потребительском рынке. На данный момент дефицита товаров в регионе нет. Поставки происходят бесперебойно. Часть торговых сетей и предприятий розничной торговли установили минимальную торговую надбавку от 5 до 15% на социально значимые товары. В зависимости от предприятий в перечень вошли товары собственного, регионального и в целом российского производства. Тема повышения цен на лекарства поднималась и в проекте «Прямой эфир». В режиме реального времени зрители ОРТ и ведущие программы пообщались с представителями регионального УФАС. Главный вопрос – законно ли повышение и что делать простым оренбургцам, которые видят серьезный скачок цен в аптеках. Специалисты говорят, что в каждом случае разбираться необходимо индивидуально. Например, закупочную и розничную стоимость препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших, регулирует государство. А это около 800 наименований, что составляет примерно половину фармакологического рынка региона. В антимонопольной службе поясняют, что в случае любого повышения цен на лекарства оренбуржцы могут письменно обратиться в службу. Если это наша компетенция, то мы будем смотреть на повышение цены. И в случае, если это не подпадает под нашу компетенцию, мы перенаправим в другой исполнительный орган. Наказание достаточно суровое в таких случаях? Если мы говорим о нарушении антимонопольного законодательства, то, конечно... Помимо этого, специалисты сообщают, что для оперативной работы вместе с письменным заявлением желательно прикрепить чек на покупку товара. Также стоит указать адрес аптеки, где лекарство было приобретено. Это существенно ускорит процесс разбирательства. Лишение свободы за фейки о действиях российских вооруженных сил на Донбассе. С такой законотворческой инициативой выступил депутат Госдумы России Василий Пискарев. Предложенный им на рассмотрение документы допускает лишение свободы сроком до 15 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, уже одобрил соответствующее предложение Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Законотворцы рассмотрят проект 4 марта. Выступившие с инициативой депутаты обращают внимание на необходимость сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые вводят в заблуждение и россиян, и жителей Украины. Напомним, ранее в Роскомнадзоре также сообщили о возросшем количестве случаев тиражирования, непроверенной и недостоверной информации и публикаций в связи с ситуацией на территории Донбасса. Ведомстве подчеркнули, средства массовой информации при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины обязаны пользоваться информацией только из официальных источников России. Об ответственности за дезинформацию также накануне предупредила и Генпрокуратура. В случае размещения в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности и других неблагоприятных последствий, Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требования о внесудебной блокировке такой информации. На основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор в отношении нарушителей уже применяет меры по пресечению распространения фейков. Это административные штрафы. Но главный вопрос сейчас для большинства зрителей и читателей – как не попасться на удочку дезинформаторов? Чтобы соориентироваться в мире новостей, правительство России запускает ресурс «Объясняем.рф». Он станет источником проверенной, официальной и оперативной информации о нынешней непростой ситуации. Сейчас через социальные сети и СМИ проходит колоссальный поток информации, значительная часть которого – порой непроверенные слухи, порой намеренная провокационная дезинформация. Чтобы донести до людей актуальную и достоверную информацию, сейчас как раз и создана федеральная информационная платформа, которая будет работать по аналогии с уже известным порталом «Стоп Коронавирус РФ». Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информацией, которая будет обновляться в режиме реального времени. На нем уже размещены ответы на самые актуальные вопросы по всем сферам. Сейчас я продемонстрирую основные разделы сервиса. Это главная страница портала. На нее будут выводиться самые важные и самые значимые новости о ситуации в стране и в мире. Раздел «Вопрос-ответ». Здесь собраны ответы на широкий круг вопросов, которые уже поступили от россиян. Например, о ценах на продукты, о работе медицинских организаций, детсадов, вузов, о поддержке бизнеса или правилах пользования банковскими услугами. На портале уже размещены ответы на самые актуальные вопросы россиян по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны. Также будет доступна форма обратной связи. Обращение можно будет направить через страницы портала, аккаунты в соцсетях или мессенджерах. К другим темам. Остались без крыши над головой. В Оренбургском районе дом многодетной семьи сгорел в считанные минуты. Люди, оказавшись в сложной ситуации, пытаются найти выход. Кто и чем может помочь, выясняли наши коллеги. Познакомьтесь, это кот Василий. Сейчас он живет здесь один. А всего две недели назад здесь жила дружная семья из семи человек, которая даже не подозревала, что в один момент может лишиться всего. Трагедия произошла в поселке Чкалов 19 февраля. Жилой дом загорелся около 10 часов утра. Хозяйка теперь на пепелище вспоминает, как выглядела постройка. Потолки все были обшиты. Линолеум везде был новый, кроме ванной комнаты. Мебель новая была. У детей был компьютерный стол. Двухъярусная кровать была новая с угловым шифонером. Сейчас на месте дома остались лишь его обугленные части. Сгорело все, включая большую часть документов. Деньгами, одеждой и другими жизненно необходимыми предметами пострадавшим от пожара помогают односельчане и жители соседних населенных пунктов. Сами взрослые с пятью детьми вынуждены временно проживать у своих знакомых. Подруга пустила на некоторое время, пока не сделаем паспорта детям. Подруга сама сейчас находится в Москве. Сейчас она в середине марта будет возвращаться. Жилье мне не предоставляют временное. По словам женщин, в администрации Чкалова помогать с жильем не спешат. Все, что в данный момент могут сделать – восстановить документы. Глава поселка делится, делают все возможное. Завтра у Протопопова сможет получить паспорта и свидетельства о рождении детей. На дальнейший период мы прорабатываем этот вопрос, где они будут размещены. Я думаю, этот вопрос решится. У нас сельсовет и бюджет депутационный. То помощь мы оказать на приобретение жилья нет возможности. Но мы обратились в Оренбургский район с Василием Николаевичем Шмарином и со специалистами Оренбургского района. Этот вопрос обсуждался. Я думаю, в ближайшее будущее этот вопрос решится. Когда соберем весь пакет документов, все документы на детей, и я думаю, отправим в дальнейшую уже в область. Там будет решаться на высшем уровне. В Оренбургском районе также рассказали. В данный момент готовится пакет документов для Министерства социального развития. Семью сопровождают также в юридических вопросах. Ситуация с семьей на постоянном контроле с первых часов происшествия. И до тех пор, пока все проблемы семьи не будут решены, этот контроль не будет снят. Пока конкретных сроков, когда семью смогут обеспечить жильем и всем необходимым, никто не называет. Алена Круглова, Вячеслав Кампы, Игорь Бероев, Семен Воробьев. Новости дня. В Оренбурге хирурги удаляют опухоль мозга через нос. Такие сложные операции проводят в Оренбургской областной клинической больнице. В отделении нейрохирургии используют новейшее эндоскопическое оборудование. За ходом такой операции наблюдали Диана Кузимбаева и Семен Воробьев. Нейрохирург областной больницы выполняет операцию по удалению опухоли мозга. Оренбургская областная клиническая больница – первая в области, в которой нейрохирурги выполняют операции максимально безопасно. В последнее время для этого используют новую методику – современного эндоскопического оборудования. Операции эти делаются у нас уже давно, больше 20 лет. Постоянно меняется их методика, совершенствуется оборудование, технологии, которые мы применяем. На сегодняшний день вы увидите современное эндоскопическое оборудование, интероперационную навигацию, которая нам облегчает работу и делает безопасные такие серьезные операции. Пациент под наркозом. Носовые ходы, как операционные коридоры, для доступа в самые труднодоступные зоны, к основанию черепа и к опухоли. Высокотехнологичное оборудование позволяет врачам наметить план движения, не травмируя мозг. По словам врачей, такие операции в среднем длятся 2-3 часа. Многое зависит от размеров опухоли и особенностей пациента. После сутки в реанимации и от 5 до 7 дней в отделении под присмотром врачей. Сразу после операции пациенты чувствуют себя намного лучше. Первые сутки им уже можно ходить. 25-го числа сделали операцию, сутки в реанимации пролежал, встал, все прям вообще прекрасно и двигаться началось. Высокотехнологичные операции в отделении нейрохирургии выполняются ежедневно, в день до 5 пациентов. Чаще всего таким способом удаляются доброкачественные опухоли. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев, Новости дня. И теперь к новым данным по коронавирусу. По информации федерального оперштаба, в регионе за сутки зарегистрировано 1216 новых случаев ковида. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 190 тысяч. 2016 оренбуржцев в среду закрыли больничные листы. По-прежнему регистрируются и смертельные случаи. За последние 24 часа погибли от осложнений 4 человека. Это новости дня и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Ставки по вкладам растут. Российские банки пытаются удержать вкладчиков. Тоцконтракт в действии. Как пройти переобучение и найти работу мечты. Победы и поражения. Спортивные новости Оренбуржья в обзоре журналистов ОРТ. Это новости дня. Мы продолжаем. В России банки повысили процентные ставки по вкладам. Такое решение приняли крупнейшие кредитно-финансовые организации страны. Банки повысили ставки по вкладам до уровней 15-23% годовых в рублях. В частности, Совкомбанк повысил ставку по вкладам до 23%. О повышении ставок по отдельным депозитам в пределах 20% также сообщили банк «Зенит», «Альфа-банк» и «МКБ». Промсвязьбанк, «Газпромбанк», «Сбербанк» и «ВТБ», «Уралсип», «Абсолютбанк» повышают ставки от 17% до 18,5%. Условия по вкладам изменили не все банки. Повышать ставки на данный момент не стали банки «Открытие», «Тинькофф», «Юникредит», «Россельхозбанк», «Райфайзенбанк» и «Росбанк». Часть банков также начала повышать ставки по валютным вкладам. На сегодняшний день они составляют от 3% до 8% годовых. Что касается ситуации на валютном рынке, то утром в среду на фоне роста стоимости нефти рубль немного укрепил свои позиции. А к концу биржевых торгов ситуация кардинально изменилась. Актуальные данные Центробанка сейчас на вашем экране. О соблюдении прав человека накануне говорили в правительстве региона. Губернатор встретился с Анатолием Чадовым. Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области рассказал, с какими проблемами жители чаще всего обращаются за помощью. За 2021 год к омбудсмену обратились порядка 2,5 тысяч человек. Из них на личных приемах побывали более 400 оренбуржцев. Среди обратившихся – люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи, одинокие матери, дети-сироты. Поводами становились жилищные проблемы, качество и оплаты жилищно-коммунальных услуг. На втором месте – жалобы осужденных и их представителей. На третьем – вопросы социального обеспечения и обслуживания. Подробный ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека в Оренбургской области будет вынесен на рассмотрение очередного заседания Законодательного собрания Оренбургской области. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что проблемы, волнующие жителей Оренбуржья, являются ориентирами для работы правительства региона. В бюджете 2022 года заложены существенные инвестиции на модернизацию ЖКХ – более 1 миллиарда 270 миллионов рублей. Увеличены меры социальной поддержки. Повышение выплат и пособий коснулось более 70 тысяч жителей Оренбуржья. Встретить весеннее половодие в регионе готовы. Накануне в Оренбургском районе проверили состояние техники и оборудования в преддверии паводка. Каким будет весенний разлив, точных прогнозов пока никто не дает. Но готовым нужно быть к любому развитию событий. На месте побывала наша съемочная группа. Студенческий пожарно-спасательный отряд «Феникс» Институт управления рисками и пунктов безопасности Оренбургского государственного гражданства. Это в количестве 24 человек, аттестованных спасателей, построен и готов к оперативному реагированию в случае вызова на ЧАЭС. Ежегодная проверка техники и оборудования необходимого в период половодия прошла в селе Подгородняя Покровка. В смотре приняли участие представители служб жизнеобеспечения, медицинской, газовой, аварийно-спасательной и службы энергетики. Присутствовал молодежный пожарно-спасательный отряд, созданный на базе Аграрного университета. На смотровой площадке 38 единиц техники. Всего в паводковый период прохождения аварийно-спасательных и других неотложных работ может быть привлечено более 10 тысяч человек и более 3 тысяч единиц техники, более 255 плавсредств, 599 пунктов временного размещения вместимостью более 30 тысяч человек. На площадке не только наземная техника, но и плавсредства, оборудованные необходимыми спасательными атрибутами. Показали гидрокостюмы, а также элементы мобильного городка, которым люди смогут воспользоваться во время неожиданного разлива воды. Самые уязвимые в период половодия на карте Оренбуржей территории – Илекский, Курманаевский, Первомайский районы, а также город Орск. В общей сложности порядка 257 населенных пунктов. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин добавил, что в этом году для предотвращения чрезвычайных ситуаций из бюджета выделили 10 миллионов рублей. На территории всей области проверка подготовки оборудования к сезону паводков продлится до 25 марта. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. И теперь к теме, по которой звонки на нашу горячую линию не умолкают. Это нападение бездомных собак. Два бродячих пса набросились на жительницу Орска в поселке Новая биофабрика. Подробности у моих коллег. Рассказать о наболевшем, арчане собрались во дворе жилых многоэтажек. Неприятности в этом районе случились в вечернее время. Арчанка вышла выбросить мусор, когда на ее пути встала стая собак. Я начала уходить, боялась даже шевельнуться. И вот эта одна собака укусила за одну ногу. Когда начала поворачиваться, укусила другая собака. Но мужчина вышел, спугнул ведром. Если бы не он, я не знаю, чем бы закончилось. И не Анохиной после случившегося назначен курс уколов. Но страх остался. Женщина говорит, приходится принимать успокоительные. Ее соседи рассказывают, что в поселке проживают порядка 50 безназорных собак. Многие переживают из-за себя, из-за своих детей. Животные часто близко подходят к детскому саду и школе. Если взрослого человека покусал, это что это такое? И опять возьмут их чипировать, опять назад вернут. Еще возьмут 20 собак, вернут 30. Зачем они нам тут нужны? Чипировать я понимаю. А кормить их кто должен? Они же кушать хотят, вот и кидаются на людей. В администрации города Орска сообщает, что в феврале муниципалитет заключил контракт на отлов и содержание безназорных животных. По заданию заказчика и обращениям жителей, подрядная организация отлавливает бездомных животных. Заявку на район новой биофабрики передали ветеринарную службу. Для отработки в кратчайший срок. Диана Кузимбаева, Алина Валиулина, Андрей Энгель. Новости дня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, тема требует огласки, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии 8 800 257 00. Напоминаем, что звонок бесплатный. Социальный контракт в действии. Двум арчанкам государственная программа помогла реализовать трудовые планы. Им удалось получить новое образование и найти работу, которая им по душе. Арина Попова из Зорска мечтала о профессии повара. Но получить образование выше среднего раньше помешали обстоятельства. После школы она вышла замуж, родила детей. Решить вопрос давно повисшей в воздухе удалось в рамках программы «Социальный контракт». Место бесплатного обучения с учетом всех пожеланий женщины подобрали в Министерстве соцразвития. Они искали. Сначала они мне где-то на УЗТП что ли отправляли. Я говорю, поближе нет. Они говорят, нет. Я говорю, ну ладно, буду там учиться ездить. Что ж теперь? Потом через дня два они мне звонят и говорят, мы нашли поближе здесь, на Ялтинской. Я говорю, все хорошо. После сбора пакета документов в мае началась учеба, рассказывает Арина. За два месяца она получила третий разряд повара. Найти подходящую работу также удалось в короткие сроки. Сначала тяжело, сейчас вообще я уже привыкла, все хорошо, мне нравится. Решить вопрос с работой «Социальный контракт» помог и Инессе Терзян. В апреле прошлого года женщина искала место по душе. Теперь она специалист по социальной работе. Мне было предложено подать заявление на государственную услугу, государственная социальная помощь на условии заключения социального контракта по направлению поиска работы. Я подала заявление, со мной был заключен социальный контракт и 11 мая меня приняли на работу в комплексе социального обслуживания. Главное, при таком поиске работы в рамках соцконтракта активность отмечают специалисты. Программа позволяет получить профессию, повысить квалификацию, а также пройти обучение для работы в совершенно новой для себя сфере. В период действия контракта 9 месяцев участник получает денежные выплаты – 11 тысяч рублей. Пока находятся в поиске новой работы. На само переобучение выделяют 30 тысяч рублей. Обо всех нюансах можно узнать в комплексном центре социального обслуживания населения Орска. Елена Еремовна, Наталья Бейкер, Виктор Литовский. Новости дня. Среда – третий день масленицы. В народе его называют лакомкой. В это время принято печь много блинов с разными начинками. Так богато накрытым столом встречают широкую масленицу. По главной традиции последнего дня узкой масленицы, теща готовит блины с разными начинками – ягодами, рыбой, овощами – и угощает ими зятя, родственников и друзей. Также в это время все желающие организуют и дружеские встречи. Хозяева накрывают пышные столы с разными блюдами. Кроме блинов это могут быть лепешки, пряники и зовут гостей. Сегодня праздник отмечают не только застольными посиделками, но и различными играми, как настольными, так и активными. Есть еще одна традиция этого дня – гадание на замужество и судьбу. Жители Оренбурга также принимают участие в семейных посиделках, празднуют народные праздники «Широкая масленица» в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской. Они узнают о традициях праздника, которые сложились у оренбургских казаков. О спорте. Оренбургские команды игровых видов спорта в очередных матчах своих чемпионатов не смогли порадовать болельщиков. Баскетболистки Надежды проиграли чемпиону страны УГМК. Большой перерыв на игры национальных сборных заставил клуба интенсивно наверстывать график внутренних турниров. Надежда за неделю провела три матча российской премьер-лиги. Обыграла в принципиальной встрече Енисей, затем аутсайдера Ногинский Спартак, а вот испытания Екатеринбургским суперклубам в который раз не прошла. В составе бессменного чемпиона страны каждый игрок – суперзвезда. Лисицы захватили лидерство с первых минут и только наращивали преимущество. Они уверенно выиграли каждую из четвертей, оформив очередную крупную победу. 88-50. На данный момент Надежда занимает пятое место турнирной таблицы. Ну и в рамках нового тренда расположение Оренбургского клуба во главе с рулевым Муниусом покинули Хайдман, Гэтлин и Элану. Из легионеров пока осталась только бельгийская центровая Линскинс. А российские команды отстранены от всех соревнований ФИБА. На волейбольном клубе «Невсяник» санкции не отразились, у нас нет иностранцев. В очередном туре оренбуржцы принимали новоуренгойский факел и были очень близки к тому, чтобы одержать первую победу, но немного не хватило. В двух первых сетах протекала обоюдоострая борьба. Большую часть партий соперники выступали на равных – 21-21 и 20-20. Но вот концовки точнее проводили гости, оба раза взяв верх – 25-23. В третьем сете поначалу шли очко в очко, но потом сибиряки добавили оборотов и довели дело до логического завершения – 25-20 и 3-0 в их пользу. У нас нет побед, и нужно добиваться больше в играх с командами из нижней части таблицы. Очень хотелось, конечно, выиграть, потому что соперники по зубам. Но в каких-то элементах не хватало, в концовках особенно. Так что вот, концовки все решили. На этой неделе у оренбуржцев сразу две выездные встречи. Сегодня в Новосибирске и в пятницу в Уфе. Не добавили позитива и сарматы в молодежной хоккейной лиге. В последних домашних матчах сезона оренбуржцы принимали крепкого соперника – екатеринбургские авто. В первой встрече наших подвела недисциплинированность. В стартовом периоде гости трижды наказали хозяев за нарушение правил – голами в большинстве. Сарматы не сдались, и ровно на экваторе матча подобрались вплотную – 3-4. Но на этом наши успехи закончились, а соперники забили еще две шайбы. Это явно деморализовало оренбуржцев. На следующий день о полноценной борьбе и говорить не приходится – 1-7. Завершать сезон сарматы будут выездными матчами с молотом и толпаром. На этом все. Вернуться к этому выпуску, а также другим нашим телепроектам, вы всегда можете на нашем сайте – орттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Далее – рубрика о погоде и не только. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин